Это дизайн-конференция, это радиалог, это ты. Так, давайте как-нибудь гуськом-гуськом, чтобы всех было видно. Да, друзья, здравствуйте всем. Традиционная суббота со Станиславом Ореховым у нас. Зачастила я к Станиславу, зачастила не просто так, а в преддверии подготовки к дизайн-конференции. Немножко по организационной информации. Я знаю, что бушуют страсти вокруг всяких разных вирусных историй. У нас у единственных на этой неделе будет хорошая новость. Да, надеюсь, что она вас будет радовать. Дизайн-конференция будет проходить в штатном режиме. Пока мы работаем в штатном режиме, ничего отменяться не собирается, потому что на данный момент есть отмена мероприятий численностью от 5000 человек. Нас немножко меньше, поэтому работаем мы стабильно, стандартно, без каких-либо проблем. Что касается подготовки площадки, чтобы вы тоже не волновались. У нас площадка – это культурный центр ЗИЛ. Культурный центр ЗИЛ работает в подразделении правительства Москвы. Это государственная площадка. Поэтому нас уверили, и там проходят мероприятия без проблем, что эта площадка санитарно обрабатывается, что там есть все меры безопасности для того, чтобы мероприятие прошло успешно и удачно. Поэтому 4, 5, 6 апреля по расписанию дизайн-конференция пройдет без проблем. Если у вас есть какие-то вопросы, друзья, коллеги, то пишите, пожалуйста. Мы сегодня собрались не для того, чтобы поговорить о коронавирусе, а для того, чтобы все-таки на другую тему поговорить. На какую, Стас, ты заметил или нет, что всю эту неделю в связи с нестабильным курсом рубля, евро, долларов и всего остального какая-то происходит странная ситуация на рынке дизайна и на рынке комплектации. Люди начинают очень сильно бояться того, что будет дальше. Вот почувствовал ли ты это на себе, скажи, пожалуйста. Пока нет. Пока вот я съездил вчера на один VIP-объект, меня пригласили. Вот там люди планируют вложить, наверное, около 3 миллионов евро, примерно такая инвестиция. И, ну, вот, возможно, там будем участвовать. Пока каких-то у нас остановок не было, были встречи на этой неделе, то есть не вижу какой-то особой паники. Мне кажется, люди уже, в том числе и заказчики, и клиенты, как-то привыкли и не парятся. Вот. Но, возможно, кого-то подстерегают какие-то опасности. Многие, я знаю, дизайнеры. Ну, на самом деле, те, у кого, ну, может быть, и было, значит, не очень хорошо, дальше будет, может быть, и хуже, то есть если ничего не сделать. А у кого было все нормально, налажено, то есть в целом, скорее всего, подготовились. Почему? Не устаю повторять, что очень важно не какие-то там сиюминутные хитрости, да, а именно отработки навыков. Я, допустим, не беспокоюсь, потому что навыков, которые отработались на данный момент, вполне достаточно для того, чтобы ни в какой ситуации не пропасть, а наоборот, оказаться на плаву. И даже, ну, как-то выйти на... Да, я вспоминаю, я вспоминаю предыдущий кризис, который был. Я тогда был в Таиланде. Мы жили там где-то, наверное, 4 месяца. И тогда настиг как раз нас в 14-15 году. Вот в 14-м году был кризис. Что произошло тогда? То есть тоже все запаниковали там сначала. Тогда у многих клиентов подвисли именно валютные вот эти контракты. Но в целом ничего страшного не случилось. Ну, то есть да, где-то что-то не докупили, поменяли кровать там с итальянской на российскую, но никто не умер, и все хорошо. Помню по ситуации с, вообще, с движением в дизайнерской индустрии. У нас был тогда, даже мы тренинг специально выпустили, антикризис назывался. Вот, и все, я вот по тем результатам, я помню, что именно активные действия, именно антикризисные меры, они позволили, ну, как бы очень сильно повысить свои вот эти вот продажи. То есть ни у кого просадки не было. Было только у ленивых. И очень много компаний ушло именно с рынка, потому что не были адаптированы. Был раздут штат, не было каких-то эффективных способов привлечения клиентов, ну и так далее. Вот, поэтому, наверное, не стоит раздувать штат, а стоит в свои навыки вкладывать. Ну, а вот ты говоришь про антикризисные меры, которые были приняты у дизайнеров. Есть какой-то их набор, чтобы люди сейчас уже успели подготовиться и что-то уже начать внедрять, если еще не внедряют. Ну, самое простое, самое быстрое, вот такое правило запомните, это количество исходящих, то есть информационное, а вот от себя, он очень сильно дает положительный эффект. Да, вот опять же, по опыту прошлых лет, в 2014 году еще не так сильно был развит Instagram, Facebook и все остальное. Сейчас это уже есть у всех, то есть тогда еще там почтой пользовались, сейчас в основном это все-таки социальные сети, мессенджеры, телефоны. Тенденция такова, да, на что стоит обратить внимание. Это количество исходящих, причем любых, абсолютно любых, это могут быть истории со личной жизни, это могут быть какие-то личные заметки. Система сделана таким образом, что активных они подбрасывают. И еще одна такая особенность, особенность личного бренда тоже сейчас очень сильно влияет. В большом количестве фонового какого-то шума, да, у людей нет времени анализировать. И, ну, к сожалению или к счастью, так получается, что люди выбирают визуально интересных людей. Короче, которые не паникуют, да, из-за того, что ой, как все плохо, да. Уверены в завтрашнем дне. Да, которые не боятся, а что это такое у нас? Ушло, да? Которые не боятся вирусов и всего остального, которые работают над тем, что могут, собственно, поменять, меняют в себе там в жизни что. То есть человек хочет видеть нормального, хорошего человека, адекватного, который счастливый, и он хочет такой человек покупать. Вот поэтому это очень важная часть. А если вспомнить прошлое... Что сработало, да? Да, да, что именно вот... Женя у нас была, Топильская дизайнер есть, она у нас потом на конференции выступала. У нее очень круто сработала такая технология. У них была квартира, они купили, ну, там жили, в общем-то, в каком-то микрорайоне. Она... Мы сделали такое упражнение, что нужно было, значит, одна из стратегий, короче, прийти в правящую компанию. Она сказала, я дизайнер, вот, я буду вас консультировать. В общем, договорилась она консультировать клиентов из ее же дома с планировками. Села она в субботу с 9 до часу, там могла находиться, потому что у нее дети, у нее там много детей. Да, очень. И все время все больше и больше. Четверо или пятеро, пятеро или уже шесть человек. В общем, она просто консультировала. Она говорит, что успевала проконсультировать. У нее экспресс-консультация была. Заключались они в следующем, что она показывала, возможно, варианты планировки и спрашивала, ты будешь покупать? Если будешь, то плати. Вот она... А муж у нее занимался ремонтом. И вот они тогда собрали очень много, как бы, заказов. Очень прикольно было. Вот эта тема сработала. Очень круто. Она потом рассказывала, делилась. Вот. Второй момент, что работает, это свой телефон и свои контакты. Как делается примерно следующее? Ну, то есть, тут надо, конечно, придумать сначала предложение. Ты смотришь, какие у тебя были потенциальные клиенты и тупо всем звонишь. Особенно тем даже, особенно страшно звонить тем, кто отказал. Либо кто отказал, либо у кого там впечатление о тебе. То есть, ты думаешь, что они, короче, обижены на тебя чем-то. Ну, короче, отношения подпорчены. А фокус в том, чтобы вообще всем позвонить. И вообще все равно, что о тебе подумают. Вот. И ты звонишь и говоришь примерно так, что мы выпускаем какой-то новый продукт, новую услугу. То есть, мы сделали там, делали с вами дизайн. И кому это может быть интересно, допустим, ну, хочу у вас обратную связь, например, взять. Вот. И просто тупо разговариваешь. Тоже по отзывам получается, что очень хорошо работает. То есть, те люди, которые выполнили упражнение, да, вот это, оно работает. То есть, оно некомфортное, точно скажу, и много будет оправданий, почему это сделать не надо. Да, и кто-нибудь это делает. Но факты и цифры говорят о том, что если ты это делаешь, ты по-любому получаешь клиента. А вот, кстати, по поводу услуги. Есть ли твоя какая-то рекомендация подумать о новом типе услуг вот в такой вот период экономической ситуации? Да. Абсолютно точно. Короче, самая прикольная тема это делать консультации. Короткие консультации. Да, экспресс-консультации, экспресс-дизайн. В чем заключается? В том, что вы даете там за 2 тысячи, например, за 2-5 тысяч какое-то конкретное решение. Это может быть планировка, это может быть концепция. Это должно быть что-то ценное для человека, что он может унести с собой. И фокус заключается в том, что параллельно тому, как ты показываешь это решение, ты показываешь свою экспертность, просто так оно не работает. То есть это себестоимость, как мы понимаем. Это не те деньги, на которые мы рассчитываем. Но фокус в том, чтобы на этой консультации правильно строить диалог так, чтобы клиент у тебя заказал. Если ты все делаешь правильно, 8 из 10 по статистике у тебя покупают. То есть это технология, это не волшебство какое-то, ее надо отработать, и тогда клиент будет покупать. Классно. А у тебя это сработало? Конечно, да, много раз. Я это прям практикую. У меня консультация, вот допустим у меня есть, у меня стоит 15 тысяч консультация, часовая, либо полуторачасовая, на которой, по сути, я продаю, что надо заплатить больше. А, кстати, многие делают бесплатные консультации, для того, чтобы потом заплатить клиента. Новичкам рекомендую делать именно бесплатные, потому что, чтобы не теряться, не тушевать, чтобы у вас все работало. Новичкам нормально. Вот. Как только вы чувствуете, что можете себе позволить хотя бы тысячу или две тысячи брать, или как минимум сделать так, чтобы клиенты к вам в офис приехали, то уже можно, ну не в офис, либо, чтобы они к тебе на территорию приехали. Знаете, как можно делать? Допустим, пишешь бесплатные консультации, но приезжать куда-то, куда тебе удобно, чтобы ты мог выйти из дома, там в кафе, и говоришь, что если ко мне приезжаешь, то бесплатно, а если я еду, да. Но вообще бесплатно лучше не говорить, консультации, это плохое слово, ну это мы сейчас как бы между собой, да, если бы я был хитрый, да, я бы вам сказал, что узнаете подробности на конференции, а наверное так и скажу. Приходите на веб-блог конференции, расскажу, как не бесплатно, да, а как, короче, как продавать бесплатно, но за деньги. Полезная тема. Можем вот такую интригу оставить? Меня не приклянут? Да, конечно, я думаю, нет. А еще такой вопрос, потому что, ну, кризис это такое время, мне не очень нравится слово кризис, вообще я в него не верю, я считаю, что все это глупости, я на своей памяти помню их три уже, до того момента, как доллар был шесть, а потом стал тридцать. Да. Мы совсем тогда были молодые. Я тогда покупал себе, была такая карта за сто долларов, я тогда накопил, чуть ли там не в школе учился еще. Да, это прям совсем... Сто долларов я себе накопил, вот с этой бумажкой, но я успел купить себе 3DFX называется. Какой? Это не 3D Max, это 3DFX, это компьютерная такая штука, которая делала качественные игры. Я тогда в компьютерные игры играл, и мне была очень важна эта штука. Я вот успел тогда на последние деньги обменять, и за шесть, сколько там, шесть, шесть рублей, шесть с половиной было. поменял, и гордо купил, на следующий день была балл. Ну, короче, я не... Ну, И второй кризис у меня тоже, у меня было тогда много денег, тысяч пятьсот у меня было долларов, хорошо, что в долларах. Я так... Вот как ты наварился, это секрет успеха в чем-то. Да, у меня удачно было в валюте, а вот в третьей не очень, вот когда в 2014, у меня было в рублях деньги, и мне пришлось из Таиланда, я взял билет и полетел, потому что я покупал технику и мебель по старому курсу, но я тоже успел. Я быстро сориентировался, я понял, что сейчас цены пойдут вверх, я просто прилетел в Москву, и, значит, скупил там, ну, там, холодильник себе купил, еще какие-то вещи, то есть по старому курсу. Ну, тоже выгодно было, по поводу комплектации. Два вопроса у меня созрела, да, пока вернемся к самому первому твоему кризису. Во время каких-то таких не очень активных экономических действий люди обычно, у них есть куча свободного времени, и по-хорошему нужно вкладывать, наверное, в себя. Или не вкладывать, потому что обучение это тоже время и деньги. Вот что ты рекомендуешь, если вдруг, не дай бог, но кто-то останется там без работы, или клиентов будет не так много, они будут не такие, как бы, богатые, как сейчас. Ну, вкладывание, я считаю, что типа до миллиона, даже, наверное, до двух, до трех, короче, так, до 50 тысяч долларов имеет смысл лучше всего, куда вкладывать, это в себя, в обучение. Уже после 50 тысяч долларов ты можешь, ну, наверное, куда-то там посмотреть на недвижимость или еще куда-то. Все остальное, навыки, личные навыки, потому что, ну, сейчас обучиться точно можно, вопрос, наверное, качества обучения, да, и желания. Обучаться имеет смысл, когда нет денег, либо когда ты, короче, первая, это тема создания продукта сильного, да, если ты хочешь работать. Продукт не обязательно, это по дизайну, то есть продукт может быть там, создание планировок. Вот сейчас мы консультировались, с ребятами приезжали, у них продукт тоже очень интересный, они покупают квартиры старые, ну, не то, что не ликвидные, а которые застройщику сложно продать. Это вот муж, а жена делает, она дизайнер, вот она у нас на дизайн учится, и они вместе, получается, копировавшись, то есть муж инвест деятельностью занимается, а она строит, делает там дизайн такой, который будет продаваться. И они показывали, вот мы сейчас разрабатываем кейс, как раз такой, что условно они покупают квартиру, делают ремонт там косметический, ну, примерно получается так, они вкладывают около 15 миллионов, надеюсь, это не секретная цифра. Ну, ладно, мы же не говорим, кто, допустим, кто-то виртуальный, кто-то вкладывает, давайте цифры я тоже изменю, окей, 15 там вкладывают, делают ремонт там условно на полтора, и продают за 20, это за полгода, например, вот так. То есть там рентабельность где-то 25-30%, то есть это уже неплохой бизнес, и под этот бизнес можно привлечь инвестиции, в том числе, если ты показываешь кейс, что это работает. То есть не обязательно ограничивать себя только дизайном. А почему это прикольно, почему это получается, почему я вообще имею право об этом говорить, потому что мозг дизайнера, и мозг, человек, который умеет там студию и систему создавать, ну в принципе и ваш тоже, если вы дизайном занимаетесь, у вас уже есть все необходимые задатки для того, чтобы придумывать хитрые схемы. Не хватает только технологии. И когда мы говорим обучение, это не с нуля, ты типа музыке учишься, это всего лишь прокладывание новых каких-то дорожек, каких-то путей, которые ты уже не видел. К примеру, ты едешь по лыжне зимой, да, все катались, и ты понимаешь, что где-то можно срезать, но ты просто не знаешь где. А представь, что тебе дали эту карту, что ты можешь срезать. Вот это является обучением быстрым. Примерно так. Вот эти навыки надо развивать. И, наверное, тоже я добавлю, надо как-то расширять вообще свой кругозор в плане того, что дизайн интерьера, это на самом деле такая же, вот сейчас ты рассказал интересный кейс, да, то есть это такая широкая сфера деятельности, бывают экспресс-услуги, бывают там инвест-дизайн, бывает там какой-то удаленный дизайн и так далее, просто нужно чуть-чуть шире посмотреть на вещи, а для того, чтобы шире посмотреть на вещи, что нужно сделать? Свет, говорят, тебя не видно, я тебя поправлю сейчас. Вот там у нас тут, да, пишите вопросы, мы, я не знаю, видим, мы вопросы не видим. Да, на вопросы сейчас к ним вернемся. Будем сейчас, да, отвечать. Так вот, что нужно сделать, чтобы расширить кругозор, Стас? Вообще, по моему опыту вообще… Надо сказать, прийти на дизайн-конференцию, вот что нужно сказать. 30 спикеров расширения кругозора. Так, теперь твой опыт. Теперь мой опыт. Продукт-плейсмент, я, понимаешь, вставляю в наш эфир сегодня. 30 спикеров на дизайн-конференции расскажешь о своем опыте. Ваш кругозор, да. Давайте так, смотрите, самое главное, по-серьезному, если… Да, чужой опыт надо смотреть. Почему? По моему опыту, что получается, что люди, в основном, они просто, ну, и я тоже, каждый, он просто не знает, что так можно было. Бывало ли у вас так, что, допустим, мы смотрим на что-то и удивляемся, ничего себе, как там кто-то делает, а мы вообще так даже не думали и не знали, что так можно. И смысл в том, что многие именно люди не знают, что какие-то схемы, какие-то интересные решения. И вопрос, задача самая главная, все эти схемы получить для себя. Как это сделать? Света уже абсолютно правильно сказала, что нужно смотреть разные варианты. Не обязательно их все применять, но знать надо, знать там 30 схем нужно и выбрать для себя то, что подходит. Кто-то выбирает системный дизайн, кто-то выбирает хаотичный, кто-то логичный, кто-то какой угодно, да, то есть кто-то там квартиры продает, если это их путь, кто-то делает там, не знаю, какую-то систему в этом самом, в интернете, да. То есть способов много. Важно выбрать свой, под свои способности и работать в нем. Смотреть надо все. То есть посмотреть все и выбрать для себя. По поводу комплектации, как ты думаешь, что вот сейчас с этим нестабильным курсом будет, потому что уже с понедельника очень многие поставщики пишут, что ребята, все там, на что-то поставлен стоп, на что-то повышаются цены, что-то привезти невозможно. С Китаем и Италией вообще сейчас непонятная ситуация. Вот как-то ты можешь успокоить нашу общественность и сказать, ребята, все будет хорошо. И что делать? Что делать? Мы уже, в принципе, проходили эту историю, поднимаются наши производства, и это большой шанс и возможность для наших производственников научиться все делать. Мы комплектовали, там пару лет назад у нас был большой комплекс Москва-Сити, и у нас там была прям задача, поставленная заказчиком, найти все, 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 что внутри, только из российского производства. И я лично тогда вместе с командой мы исследовали полностью наш весь рынок, там 200 компаний у нас было приглашено на проект, и могу сказать точно, что есть абсолютно все аналоги. То есть вопрос их доработки сейчас, я думаю, что если никто не будет покупать по 100 долларов за рубежом, там или поставки будут отгружены, но что делать? Будем, значит, наши покупать. Может быть, хорошо. Ну, хорошо, а вот такой, например, вопрос, как мебель и фурнитура, потому что в России фурнитуры нет. Есть китайская, итальянская фурнитура, и сейчас вот я знаю, что мебельщики-столярщики просто вводят, потому что поставки задерживаются, у них срываются сроки, ну и так далее, и так далее. Вот, может быть, что-то посоветуешь нашим любимым производителям, чтобы они... Фурнитура, не знаю, как-то складскую программу можно использовать, то есть, если у кого-то есть, ну, если у кого-то, ну, поставки задержались, ну, так бывает, ничего страшного, ну, что-то сделать, ну, подождут немножко. Можно, посоветую, поставить языки, ручку какую-нибудь, потом ее выкинуть, и поменять на нормально. На нормально, да. Ну, как еще? Ну, да, форс-мажор такой. То есть, в целом, конечно, да, производство именно каких-то вот таких вот вещей, то, что заменить нельзя, ты их не заменишь, ну, пока, да, то есть, это дорого, все станки, там, все тоже из Европы, ну, ничего страшного, значит, это все равно же не основное. Основное, что у нас дерево можно делать, покупать, из мрамора научились делать, да, изделие, там, ну, какие-то вещи, в целом столы умеют из этой эпоксидки заливать карагаш. Да, что еще нужно для счастья? Ну, короче, дизайн, что такое дизайн? Ребят, дизайн – это ограничение. Работа в ограничениях – это задача дизайнера, поэтому, что тут унывать? Ну, короче, надо быть талантливым дизайнером и искать выход из любой ситуации. Я не вижу вообще никаких проблем, мне чем больше ограничений, тем лучше, тем изящней и клевее будет решение, я так считаю. Ой, я помню, у тебя даже целая лекция была, да, на какую-то тему, как сделать что-то самостоятельно, когда ты про камин свой рассказываешь. Да, да, да. То есть, действительно, когда у тебя есть… У меня живой пример тут, да. И ты начинаешь искать, у тебя голова начинает, работать, ты начинаешь искать каких-то производителей, что-то придумывать, а можно так, можно так. Да, это же интересно, а то ты по шаблону будешь делать, и чего? Оборот, короче, я с энтузиазмом смотрю, потому что вроде все устаканило, сразу такой всплеск, опа, какая-то движуха началась, прикольно. И надо в этой движухе быть первым. Вот. Для этого, куда надо идти? Давайте, напишите в комментариях, кто знает, куда надо идти в комментариях, напишите. Да. Пока… На «Д» начинается, на «Я» кончается. На «Я» кончается, пока гости пишут заветное слово дизайн-конференции, да, это «Четвертая, пятая, шестая апреля». Вопрос по поводу… Ну, и вообще, ты помнишь, что в каждый кризис крупные компании, сильные, даже не скажу, крупные, сильные компании становятся еще сильнее, и кризис, это такая естественная чистка рынка. А те, кто, в принципе, был слабый и безнадежный, они просто уходят с рынка. Вопрос такой, может быть, странный, мы не знаем, чего будет дальше. Это история «Сумасшедший дом с коронавирусом», какие-то закрывшиеся, города. в общем, это какое-то безумие. Но, допустим, есть ли у тебя какое-то интересное решение в плане удаленной работы по проектам? Ну, вот, если вот так вот случилось, никто никуда не выезжает, никому никуда не нужно ездить на объекты, вот, про удаленку расскажи, можно ли сидеть, сидя в Москве, делать, я знаю, что можно делать проекты во Владивостоке. Да. И что для этого нужно делать? Может быть, это новый инструмент, коронавирусный дизайн? вот у меня такое предположение, на самом деле, я так удивился, что там и школы даже переводят, и там какие-то мероприятия, большие компании. То есть, я считаю, это отличная репетиция, да, для вот этой вот удаленной работы. продвинутые люди вот так уже работают, все удаленно, давно и долго. и вот у нас было лично, у моей компании было три офиса, они не нужны, мы в итоге один вот этот сделали, нам более чем достаточно. У нас тут встречи происходят, ну, кому надо приезжает, а с остальными вот так удаленно. Вот, и это хорошо, потому что, что такое удаленная работа? Это не только, что ты вот сидишь где-то, да, это именно, в принципе, некая дисциплина, дисциплина работы. И если дисциплина работы есть, то можно работать в том числе и в дизайне. Все технические моменты уже придуманы. Это только в голове у нас такое, что типа нельзя. И в этом плане и заказчики тоже, ну, как бы нормально будут к этому относиться. То есть, нет необходимости мне быть где-то лично, чтобы проверить, как работает. Можно взять всегда камеру, фотки сделать. У нас таких проблем не возникало, мы строили удаленно, да, у нас там проекты тоже есть. И наши, более того, наши там ученики, партнеры тоже, кто учится, работает, многие люди это делают. Уже это, короче, это не то, что какое-то будущее. Это уже прошлое практически. Это для многих, то есть, такой вопрос ты мне задаешь, типа, а мы уже, типа, пять лет так работаем. Мы уже все так работали. Нет, просто мне кажется, что это будет такая хорошая тенденция, ну, потому что все к этому идет. Это правда, по-моему, школа, потому что, ну, это действительно онлайн обучение, чтобы дети не ходили друг к другу, не заражали. Это логично, что сейчас работа, операции делают уже, да, удаленно, какие-то хирургические, да, вот, то есть, тут тебе там по камере смотришь, а там режешь. Ну, какой-то главный фигур, который понимает, что надо, а там руки, ну, да, в принципе, да. Потому что он не может вылететь там, да, в какую-то точку, или там еще что-то. И, кстати, вот авторский надзор, такая история, понятно, что удаленно проекты можно делать, это действительно уже все делают, и там работают на Кипре, делают проекты там, а вот как быть с авторским надзором, потому что многие думают, что все-таки нужно приехать лично, проверить, сравнить цвета и так далее. Ну, цвета, конечно, лучше сравнивать, ну, мы, к примеру, поэтому на цвета там сильно не ставим какой-то упор, но вот именно на небесный голубой, то есть, ну, как бы, кому это важно, тогда, да, конечно, надо ехать, потому что цвета воспринимаются даже по-разному, то есть, в разных климатических зонах и так далее. То есть, если ты делаешь упор на дизайн, да, тогда, наверное, имеет смысл, на цвет, да, тогда, наверное, имеет смысл ехать, ну, как еще по-другому ты увидишь, ну, если это важно. А так, как мы делаем? У нас есть, мы связываемся с поставщиками, по комплектации договариваемся с ними, что они готовят материалы, некие, да, соответственно, и привозят, ну, к нам, либо на объект, к клиенту, либо к нам в офис. Мы смотрим, подходит, не подходит, и утверждаем, то есть, так вот. Ну, а если клиенту, вы по капельке смотритесь? Клиенту не надо, это как бы, нет, клиенту это не надо. Нет, а если у тебя объект, условно говоря, там, в другом городе или в другой стране? Нет, тогда мы, ну, вот мы ради цвета не летали, то есть, мы, ну, как бы вот так, то есть, цвет это не такая важная, там, для нашей, для нашего бизнеса история, да, то есть, мы заказываем артикул, себе здесь смотрим, и клиенту говорим, это нормально будет, все. А качество? Дальше может прийти, естественно, не то. А заглянуть куда-нибудь, под диван и проверить швы? Нет, это все делается, ну, что ты имеешь в виду, когда пришел, что-то готовое диван или что-то, это комплектатор делает, это делает комплектатор с дизайном на автовском надзоре, если это заказывается, то это кто-то должен делать, если ты удаленно работаешь, то ты, естественно, вылетаешь, если ты эту функцию выполняешь, но, эту функцию тоже можно делегировать, так же, как удаленные обмеры, то есть, ты можешь договориться, то есть, у нас, допустим, дизайнеры есть практически в каждом городе, ну, знакомые, то есть, ты просто понимаешь, что там у тебя есть, ну, дизайнер, который там приедет и проверит какие-то вещи, это первое, второе, есть там, ну, просто можно заказать отдельный, как называть, технический надзор, да, то есть, приедет специально обученный человек, принимать объект, ну, не объект, а принимать данные, как удаленный комплектатор, вот, это тоже делается, если это на месте, то тут, но вообще, вообще, по-хорошему, удаленно лучше всего идут, вот, честно скажу, это, у кого есть возможности, умения делать, это 3D-концепция, что такое 3D-концепция, это когда ты делаешь планировку и визуализацию, как стиль, как образ, и эту услугу заказывают иностранные клиенты за доллары и евро, это очень круто, и, ну, вот наши там российские, украинские специалисты, ну, украинские-то уже много, и долго с этим работают, в России, в России тоже имеет смысл это делать, значит, давать, ну, то есть, мы конкурентоспособны, точно там, с китайцами, с индусами, со всеми остальными ребятами, которые там, с пакистанцами, у нас и цена адекватная, и качество гораздо лучше, и клиенты покупают, то есть, я бы, если говорить о заработке удаленном и простоте, то я бы переходил на 3D-концепции, если говорить о комплектации именно, то все-таки это более сложная история, комплектации делается, больше на месте, так вот прям, чтобы вести удаленно, полноценно, ну, либо по камерам, ну, ну, с какой-то долей такой, как на условности, да, то есть, допустим, цвет, ну, как бы, какой-то будет. Ну, либо я знаю, что есть те же дизайнеры, тоже общие знакомые, которые делают проект целиком, а авторский надзор не ведут, очень четкую спецификацию, все четко прописывают, контролируют клиента, консультируют, он просто сам закупает, это тоже нормально, это тоже у всех получается, ну, кто не хочет ездить по стройкам, в принципе, это достаточно тоже интересная схема. Сейчас еще добавлю, еще одна штука есть такая, когда, ну, в общем, когда клиент сам сфотографирует, да, и присылает, то есть, есть технологии фотографирования, еще тоже можно обсудить, то есть, когда ты выкладываешь, и у тебя есть условный образец какой-то, и по нему фотоаппарат балансом, как бы, ну, делается баланс белого, да, и делается образец какой-то такой, синий или какой-то, который у тебя есть, и там есть, и фоткая так, потом получает фотографию, можно его, как бы, сравнить, как у тебя отображается, и как оно, ну, по факту, то есть, можно так, но это более такой сложный способ, но это в крайнем случае тоже так можно делать. Ну, здесь сейчас очень по поводу цветов, есть такая универсальная штука, это колориметр, электронный счетчик цвета, то есть, условно говоря, ты его ставишь, он тебе дает там нечто, то есть, ну, сейчас технологии настолько шагнули вперед, что, ну, все это да, все это можно решить. Единственная проблема возникает, когда вот у тебя заявлен там бежевый какой-то там рал, а по факту приходит не тот, вот это самое сложное, это отследить, потому что человек неподготовленный, он как бы не отследит, у тебя написано в желтизну цвет, а там в красноту пошел, все, у тебя весь дизайн пошел, но это такие как бы вещи, которые, ну, и тебе на самом деле, а что ты сделаешь, тебе скажешь, ну, вот цвет может измениться, иди там судись, а у тебя все уже сделано. Ну, это и при живом, это и так может быть, да, это и так бывает. Да, 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 так, друзья мои, сейчас мы перейдем к вопросам, и да, и подытожим вот эту нашу часть, что на самом деле кризис не панацея, он только в головах, мне кажется, и это прекрасное время для того, чтобы подумать над собой, над своим продуктом, потому что освобождается, уникальностью, да, освобождается время, чтобы все проанализировать, поскольку сейчас там от 5000 человек мероприятия запрещены, можно не ходить на концерты и на спортивные мероприятия, есть время причесать все, что у вас есть. Дальше наладить всю работу, в том числе и удаленно, если есть такое желание, такой опыт, и безусловно изучить рынок российских производителей, потому что неизвестно, что будет дальше с евро, с долларом, а российские производители уже начинают что-то делать интересное. Сегодня Сергей Лаша, наш старый друг и знакомый, да, он сегодня хвастался, что придумал кухню, он открывает дизайнер, открывает собственную, ну как бы дизайнерскую кухню, не производство, он нашел производителя. Да, да, то есть, короче, коллаборация, история тоже неплохая, если вы талантливый дизайнер и хотите делать там мебель какую-то, то разрабатывайте, найдите производителя, сделайте 3D-модель, закиньте ее там на биржу 3DDD или куда-то там, чтобы ее пользовались, и подпишите себя производителем, чтобы у вас заказывали через вашего производителя, там прославитесь и заработайте денег дополнительно. Отличная тема. Но это как раз к вопросу о том, что нужно думать шире и не зацикливаться. Не только, да, на этом. Да, а именно смотреть какие-то новые форматы взаимодействия. Так, ну что, про антикризисные меры мы поговорили, про дизайн-конференцию, она никуда не отменяется, будет там все интересно, 4-го, 5-го, 6-го на дизайн-конференцию, всех ждем, будет круто и интересно. 6-го веб-блог, со мной работаем, 5-го, 6-го у нас 30 спикеров, никто не боится, все приезжают, все бодренькие, живые. Все работают как часы. Так, что-то пишут мне, 4999, это по людям, так, 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 так. Так, друзья мои, какие вопросы у вас есть к Станиславу, по организационной, пока все вижу только маша трубка. Все проходит в любом случае, пройдет это, все тут так, сейчас по конференции, спасибо, ждем конференцию, пишут гости. Так, сейчас мы все, чтобы никого не забыть. Да, мы тоже вас ждем, фраза про ограничение дизайна, это огонь. Это не огонь, это жизнь. Станислав, можно этот ваш список из хороших российских компаний? Есть у тебя список проверенных российских компаний? Да, есть, и даже есть, которые использованы, но он не выдается. Он не выдается. Но это было сделано для компании, этот анализ, они за это заплатили, то есть, как бы, наверное, будет неправильно его в сеть отправлять. То есть, можем вам такой же анализ сделать дополнительно. Ну, короче, это работа, которую оплатили люди, ну, другие. Да, другие люди, не вы. Не вы. Так, дальше, смотрим здесь. Почему только дерево, эпоксидка и так далее? Прекрасно, со стеклом и светильниками справляюсь, Стас, ты нас недооцениваешь. Это пишет, видимо, представитель как раз российского производства. Да, да, нет, я наоборот сказал, что со всем мы справляемся, и, ну, вы и другие поставщики отличные у нас есть ребята, есть лоботрез, конечно, но есть и очень хорошие. И задача дизайнера, комплектатора найти. Да, надо просто поискать, их действительно много. Мы так делали до 2008-го в регионах, а потом эта схема дала сбой. Не очень понятно, какая. Это схема по квартирам. Короче, там тема, что это работает в бизнес-классе, потому что там рентабельность есть, в регионах, возможно, там эконом у вас был. Короче, подороже надо покупать, где ремонт будет составлять, типа, условно, меньшую стоимость, чем стоимость, ну, гораздо меньшую стоимость, типа, там, 10-15% может быть. Короче, там есть свои показатели, особенности, короче, все работает. Все, на самом деле, очень индивидуально, все надо считать, анализировать, что-то, что сработало у тебя, может не сработать на каком-то другом рынке или у отдельно взятого человека, потому что технология, которую даешь, она, безусловно, классная, просто ее нужно, ей нужно следовать, не все могут следовать. Первая часть технологии, это сделать анализ, то есть, соответственно, это не моя даже технология, технология ребят, которые это делали, они мне показывали, что продается, а что нет. И первый анализ, это как раз посмотреть, что продается, а что нет. И если вы нашли, что продается, то можете ли вы это повторить с помощью дизайнерских каких-то ухищрений, и сколько это будет стоить. Если вы профессионал, то наверняка вы сделаете это дешевле, чем, короче, вы добавляете добавочную стоимость. Я лично так продавал, у меня была квартира, лично я ее продал на 20%, даже дороже рынка. Вот у меня такая история. Поэтому, она точно работает, потому что, я понимаю, почему люди покупают. Они покупают не потому, что они сэкономить хотят, они хотят жить здесь и сейчас, и не в бабушкином ремонте, а в нормальном, качественном, дизайнерском ремонте. И они готовы за это платить. Вот, просто такая психология надо понимать. На этой психологии продается. Поэтому задача сделать качественный дизайн. Вообще надо хорошо работать просто. Те, кто хорошо работает, с пониманием, давай так. Их хорошо есть пониманием. Да, да. что нужно клиенту. Что значит количество исходящих в Инстаграм? Это значит, что любые посты, любые сторизы, любая дичь работает. Просто само наличие любой дичи работает. Как ни странно. Объясняется это очень просто. Как, скажем, на веблоке дизайн-конференции. Статистику дадим. Статистику, как работает любая дичь. Да, да, да. Соскучились, очень приеду. Не бойтесь кризиса, пользуйтесь возможностями обновления рынка. Это круто. Онлайн-запись конференции можно ли ожидать? Друзья мои, в 1525 раз мы повторяем, что запись будет, но она будет после майских праздников, а то и дальше. Запись – это не приоритетная задача. Мы тоже думали, вот мы, когда вся эта ситуация с вирусом и со всем остальным стала нагнетаться. Мы думаем, может быть, перенести в онлайн формат, может быть, что-то, но поймите, самое главное на конференции это атмосфера, это люди, это голос спикеров, это его эмоции, которые, к сожалению, не передаются. И фоточки, которые вы сможете сделать. Ну, конечно, потому что, поверьте, то, что вы смотрите фоном где-то там, я не знаю, укачивая ребенка или варя борщ, то, что... В смысле, почему я не там? Да, это как бы не работает. Работает, когда вы сконцентрированы, смотрите на спикеры, рядом сидит ваш коллега. Локтем, смотри, как... Да, ты глянь, 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 что за... ничего несет. Либо, да, фигня какая-то, либо точно. Да, и, в общем, мы ради этого это и делаем. Если бы хотели сделать онлайн, сделали бы все это онлайн. Поэтому запись будет, но когда-нибудь потом, и, в общем, можете ее сейчас купить. В этом году присутствовать не сможем, будем ждать запись. Пожалуйста, летом посмотрите обязательно. Так, что, друзья... А, сейчас, Стас, я тебе задам еще один вопрос. Так, все так, все так, все так. Так, кто нас смотрит, и вдруг по какой-то причине не подписан на наши каналы, дизайн-конференс, что там? Собачка, дизайн-конференс. вот здесь. Вот здесь вот. А, диалог собачка и Станислав Орехов собачка тоже туда. Вот смотрите, здесь дает вопрос, и я думаю, что как раз, Станислав, можно еще раз рассказать про твою книгу. А где она, Станислав? искать вообще хороших производителей в Инсте, в Гугле или в Гугл картах? В Гугл картах. Интересно. Гугл. Гугл. Окей, Гугл. У Алисы можно спросить еще раз. Как найти хорошего производителя? А когда-нибудь можно будет интересно у Алисы попросить? Алиса, найди, пожалуйста, мне хорошего, надежного поставщика. Будь добра. Будь добра. Я сегодня... Спасибо, Гугл. Мероприятие, просто отступление лирическое. В микрофон задаю какой-то... А, собственно, задаю вопрос. Так, сейчас у меня подключится. Задаю вопрос дизайнеру, как выбрать надежного строителя. И в этот момент у меня включается Siri. И начинает искать ответ на этот вопрос. Надежный строитель. Но знаешь, что ты сказал? Этого ответа нет у меня. Поэтому, собственно, вопрос про надежных поставщиков я переадресовываю Станиславу, но в свою очередь хочу вам прорекламировать ненавязчиво вот эту вот книгу, которую у меня есть и которую я сейчас читаю. Эта книга, да, адресована на самом деле в большей степени самим производителем. Дорогие друзья, дорогие производители, если вы хотите найти путь к сердцу дизайнера, вы должны ее прочитать. Но дизайнер, она очень интересная и полезная. И как раз там написаны все технологии, на что стоит обратить внимание при поиске надежных подрядчиков. Так что, дорогая, Мэри Маус 10, пожалуйста, приобретайте эту книгу, читайте, пусть она будет, делайте пометки, пусть она будет настольной вашей книгой. и там все, вот это оглавление. Глава 11, как раз таки, поиск поставщиков, зачитывая типы поставщиков, то есть надо понять, какие типы бывают, разновидности их и чем мы рискуем при выборе того или иного поставщика. Вот здесь вот, ну, большое количество именно практической информации. Что нужно сделать, чтобы выбрать? Когда ты кого-то выбираешь, ты в любом случае рискуешь, то есть не бывает 100% вариантов. Даже если тебе там кто-то посоветовал, даже если там твой друг, брат родной, зять, сват, кто бы то ни было, лучше, лучше подойти к делу ответственно. Да, значит, особенно с родственниками обычно это заканчивается очень плохо. Вот, поэтому с друзьями надо быть очень аккуратным, когда кто-то там рекомендует делать. Не потому что даже они пытаются там вас обмануть, просто новички могут быть, но у них могут быть самые лучшие намерения, но просто они не умеют. Они могут быть не до конца хорошо организованы, а они-то делают не сами руками, делают строители, а строителям надо уметь управлять, а это не всегда у них получается, и от этого конфликты. Короче, что делаем? Очень просто. Есть технологии, опять же, описано в этой книге. Если ты понимаешь, что выбирать нужно осознанно, то надо выбирать осознанно. Что такое осознанно? Это по некой системе. И что очень часто делают дизайнеры, они грешат тем, что берут на себя ответственность за поставщиков. Почему они так делают? Они делают это потому, что хотят быть полезными для клиента, очень сильно полезными. Так делать нельзя, потому что мы не можем отвечать за третье лицо. Хотя очень хочется, очень хочется показать себя экспертам, очень хочется себя полезным. Поэтому надо риск выбора переложить в любом случае на клиента, но сделать так, чтобы он не обиделся на это. Как это сделать? Можно читать, узнать книги на и-блоке конференции. На самом деле, очень просто, как это делается. Ты просто рассказываешь, то есть надо вести диалог, это не так просто, это не в один момент делается, но есть, я сейчас общую стратегию сказал, а там уже для каждого конкретного клиента, для себя, для каждой ситуации дизайнер должен уметь это объяснить персонально. Но общий смысл такой, что есть технологии, следовать надо по технологии, если ты следуешь по технологии, у тебя будет риск уменьшаться, и эти риски, уменьшение рисков, ты продаешь клиенту. Как то, что с этим надежнее, но дороже, с этим менее надежно, но дешевле. И выбор, брать дешевого, но кота в мешке, либо брать дорогого, но условно с гарантией. Хотя какие сейчас гарантии? Никаких сейчас гарантий. Да, короче, гарантий нет, ты можешь только предложить какие-то варианты. И ты должен перейти из состояния, что я за них ручаюсь, вот за этого парня, на состояние, что мы... Работали, все было хорошо. Наша работа заключается в том, что мы выбираем поставщика вот по этой технологии. По каким-то критериям. По технологии. И технологии гарантируют результативность там 95%, например. То есть ты продаешь сначала технологию, и второй, ты продаешь свою роль в ведении проекта по этой технологии. Вот так работает. Не знаю, сложно, не сложно, короче, кто понял, тот молодец. Так, задают вопросы. Спасибо, знаю, что заказать на день рождения. Друзья мои, более того, вы можете приехать на конференцию, приобрести эту книгу с автографом автора. Это, мне кажется, классный подарок на день рождения. Да, мы приведем сколько-то штук, и у нас будет раздача с автографами. Так, а как называется книга? Книга называется «Энциклопедия дизайна и комплектации». Коллеги, не надо сейчас запоминать название книги, но вы его должны запомнить. Пожалуйста, вот кто сейчас в каждом из аккаунтов, напишите просто в директ, кому эта книга сейчас нужна. Прямо вот сейчас возьмите, напишите. Мне нужна книга не в комментариях, а в директ нам. В любой из аккаунтов. И вам в обратку будет выслана ссылочка с описанием со всем остальным. Вот, книга еще раз с «Энциклопедия дизайна и комплектации» Станислав Орехов. Кто на эфире с автографом еще пришлем? Конференция когда? Задают мне вопросы. Ну ничего, люди, может, только подключились. Конференция у нас будет 4, 5 и 6 апреля уже через 2 недели. Да, да, да. Так, нужна книга. Как называется книга? Все сказали? Сказали. Хочу найти путь? Предообязательно. Вот здесь вот вопрос про удаленный дизайн. Это только при наличии большого опыта офлайн. Как наладить вот эту структуру? Ну, лучше, да. Лучше, чтобы был опыт. Потому что, если опыта нет, ты не понимаешь. То есть, ты не можешь управлять тем, чем ты не умеешь. Поэтому, да, конечно, если ты только начинающий, я бы рекомендовал давать либо консультации, либо делать до стадии идеи. То есть, очень много клиентов, которым не надо полностью реализации, а им нужна именно идейная составляющая без детализации. У меня вот даже, ну, лично у меня есть знакомые, которые просили меня помочь с дизайном. И, ну, допустим, там вот есть молодой человек до моего возраста, там мой знакомый, он купил себе квартиру в Сочи, а комплектацию у него жена занималась. То есть, я ему помог придумать, как бы, идею. Дальше они взяли картинки и говорят, ну, да, мы истратили там две недели, но мы проехали по всем, там, Леурам Мерленам, там, Икеям, все пособирали и фотки он мне потом показывал. Ну, получилось очень прилично. То есть, как бы, не надо недооценивать разумность наших замечательных, да, клиентов. То есть, в целом можно. Не все колхозники получаются очень неплохо. Поэтому, такая услуга тоже есть, она востребована и не надо себя от этого считать там полудизайнером каким-то. То есть, нет такого критерия, что ты планировку сделал, значит, ты не дизайнер. А вот декор сделал, ты дизайнер. Нет такого, то есть, такие звания не раздают нигде. Да, согласна. Так, друзья мои, давайте вот у нас уже осталось время на несколько вопросиков. Так, мы их можем задавать. Я сейчас с трех аккаунтов смотрю, вроде бы, только про даты вопроса, про конференцию, про все остальное. Стас, давай тогда в завершение расскажи, пожалуйста, о чем мы будем говорить на веблоге, потому что достаточно большая задача перед тобой стоит, это структурировать все два дня 30 лекций дизайнеров в единую систему действий. Вот что мы там будем делать, потому что на самом деле, кстати, коллеги, кто хочет еще попасть на веблог, у нас есть для вас не очень хорошая новость, цены поднимаются, с понедельника и билетов осталось не так много, вот, поэтому, пожалуйста, торопитесь. Так вот, Станислав, что у нас будет на веблоге? Ну, на веблоге у нас в этом году, мы планируем дать именно систему, полную систему по, ну, не только, скажем, как это делать, как развиваться с точки зрения создания студии, мы очень много про это рассказывали и давали, то есть в этом веблоге тоже, естественно, будет, и обобщение тенденций тоже будет, но самое, что основное хотелось дать, это именно полную стратегию, ну, по навыкам, какие они должны быть и как их стоит развить, по навыкам упаковки, продукта, что такое, что такое качественный продукт, который покупает, который можно дорого продать, что такое продукт, ну, в плане, как он должен быть презентован, да, как общаться с клиентом, чтобы этого, как вести, вот, то, что мы сегодня говорили, как продавать на консультациях, потому что, на самом деле, на консультациях продаются два типа, это эконом и премиум, очень хорошо продаются, да, как ни странно, вот, бизнес там больше, ну, там, в принципе, все понятно, ты можешь там хорошее предложение сделать и по e-mail согласовать, а вот с консультациями, с правильными продаются, продающими происходит именно на эконом и на премиум сегмент, ну, я много именно премиум так делаю, поэтому, вот это тоже обсудим, то есть, собственно, как больше зарабатывать, и, разберем, получается, вопросы по организацию делегирования очень важны, то есть, очень многих волнует вопрос, как сделать так, чтобы стиль остался твой, что клиент приходит к тебе лично, да, и, а как ты будешь делегировать, то есть, делегирование, это не про то, что ты получил заказ, его спихнул, стал менеджером, вообще не про это, делегирование, нормальное, настоящее, это про то, как у тебя есть некий твой продукт, и ты его транслируешь наоборот, ты как бы множишься, да, это вот как твое видение, ты транслируешь за счет других людей, при этом они тоже получаются счастливы, ну, то есть, вот такая тема, и остаются, ну, далее, навсегда, он тут подключился к нам, да, просто по-английски, по-английски, да, в следующий раз, sorry, it's impossible, we don't speak English, maybe next time, next year, we make our conference in London, what in London, ok, you can buy tickets on, right now, right now, for the next year, please, 1987 год, сейчас, подожди, может он купит, да, tickets on the website, please, design conference.ru, point, point, are you, какую систему для управления проектов вы используете? Мы используем систему управления проектов Basecamp, но она не такая популярная, я думаю, но мы ее используем, в принципе, для нашей последовательности работы, неважно, какой-то системой пользуешься, важна именно логика, то есть самое ключевое, это логика, и второе, что важно, почему у многих не получается внедрить систему, что внедрение системы, оно как бы важнее, чем саму систему, то есть заставить себя и сотрудников следовать правилам, может быть даже сложнее, чем правила создать, это почему, ну ты просто, вот можем ли мы, типа в этой книге все есть, вообще все, вся технология комплектации, да, скажем, зачем покупать курс, ну потому что тут ты как бы прочитал, и ты не понял, ну то есть ты понял все, логикой, но как это применить в жизни для себя, ты можешь не понять, потому что у каждого индивидуальные какие-то вещи, поэтому как бы на курсе или на внедрение, очень важно, ну именно как ты это внедряешь, поэтому система удаленной работы, тоже не так важно какая она, важно именно внедрение, то есть вот это правильный вопрос, мы используем Basecamp, есть мегаплан, у нас вот Илья Смирнов, мы с ним в пятницу как раз встречались, по этому поводу, он разработал именно в мегаплане, все это занес, в битриксе ребята работают, геометриями по-моему, ну то есть системы бывают разные, абсолютно все равно, главная логика и внедрение. Есть самая простая и бесплатная, которая просто, коллеги, если вы хотите начать внедрение системы, и понять, во-первых, есть тупо Excel, а во-вторых Trello, попробуйте, это бесплатная система, она совершенно… Хвалили, да, хвалили. Да, она простая, она очень, она такая симпатичная, дизайнерам понравится, и начните с этого, дальше уже разберетесь. Сейчас, самое главное в системе, короче, это распределение ролей, кто что делает, и где зона ответственности, вот это самое важное, если ты это прописываешь на бумаге, там в Excel, в Word, где угодно, это уже полдела, второе полдела, это начать этот самый, уже внедрять, ну, как бы с людьми, и там 5% это всего лишь оболочка. А вот, кстати, что делать с сотрудниками, которые отказываются… Выгонять. Ничего страшного в этом нет, выгонять полностью, это нормально, то есть, более того, когда ты начинаешь внедрять, и те люди, которые помогают тебе организовать систему, чаще всего не могут по ней работать, потому что они привыкли, они помнят, как было по-другому, вот, и чаще всего с ними придется прощаться, ничего страшного вообще в этом нет, зато, когда ты берешь новых, и говоришь, мы работаем так, так здесь заведено, все идеально становится, то есть, кто саботирует, ну, не нужно, но, естественно, нужно предупредить заранее, там сказать, что, ребята, мы перестраиваемся из хаоса, мы идем в систему, объяснить, зачем это надо. Кто не с нами, кто не с нами, да, у вас есть возможность, там, типа, в следующем месяце уволиться, и все, если у вас там они постоянно работают, то есть, ну, извините, ничего, мы идем этим путем, то есть, в какой-то момент, это нормально, абсолютно, ничего страшного в этом, да и вообще, увольнение, это не приговор же, это самое, не расстрел тебе, ну, пойдет в другую компанию, или сам свою организует, какая разница? Да, так, Trello отлично работает, давно пользуюсь, здорово, Trello используем слишком просто, слишком просто, да, тут прикрутила к Trello программу, ну, вот, слушаю, всем нравится Trello, поэтому, да, давайте, я не пользовался, но знаю, что пользуюсь, отлично, очень удобно, мы начали, для меня слишком тоже просто, мы перешли на мегаплан, потому что Trello, ну, как-то, как-то несерьезно, да, мегаплан рекомендуется, да, но у меня плюс еще привязка к Телефонии, в общем, там все сложнее, поэтому, а для дизайнеров, кому там что-то просто, кстати, мебельщики даже пользуются, вопрос, то есть, можно дизайн-борд сделать, как идею, это, видимо, к вопросу, каких-то, экспресс-дизайн-решений, или удалю, сейчас, дизайн-борд, это что имеется в виду, как, мудборд, это самое, в электронном виде, или в реальном, в электронном виде можно, как бы, а что это, это концепция, например, да, как техническое задание, а вот в живом виде, если у вас вот эти вот всякие есть, ну, объектики, да, допустим, вот ты показываешь, у меня такой кирпичик, то есть, дать потрогать, это тактильное ощущение, это очень хорошо, то есть, европейские дизайнеры так работают, они мудборды делают, то есть, это очень, как бы, продает хорошо, то есть, использовать это не столько там, то есть, это делает, мне кажется, для того, чтобы там согласовать, что-то, как бы, нормальное и так будет, ты можешь это на визуализации показать, а дать потрогать, и чтобы человек принял участие, как бы, тактильное ощущение, что, типа, я причастен к этому. Абсолютно. Мегаплан изучаю, там, так, 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 привет, Стас, тебе кто-то... Привет. Да, привет. Так, ну что, друзья мои, давайте закругляться потихонечку, тогда что, Станислав, подытожь, пожалуйста, и пожелай нашим сегодняшним слушателям, в субботу вечером, которые решили что-то изменить в своей дизайн жизни, послушав наш прямой эфир, что делать дальше? Приходите на дизайн конференцию, 4, 5, 6, если вы уже купили билет, то увидимся, если не купили, то прямо сейчас, когда смотрите запись, приходите на сайт designconference.ru, оформляйте билет, выбирайте удобное место, приходите и увидимся на дизайн конференции. Отлично, друзья, внедряйте, приходите, пообщаемся, послушаем интересных спикеров и получим массу удовольствия, несмотря на всю ситуацию, которая пытается нам испортить это прекрасное событие. Все, мы с вами прощаемся со всеми, с раз, два и три аккаунтами, увидимся живьем уже, 4, 5, 6 апреля, и надеемся увидеть вас всех, чтобы вы все были с нами. Спасибо, Света, до новых встреч, всем пока! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok